Я поняла, что не может быть отдельно тело с болезнями, не может быть отдельно лицо с дряблостью, со своей старостью, не может быть отдельно гормональный фон, гормоны. Это всё единое. И ко мне первые пришли эти осознания. Я первый тренер, который всё вместе соединила. В те самые годы, когда мне было около 50 лет. Именно поэтому я стала популярным тренером по естественному омоложению. И мне открылись эти сведения, эта информация. И когда я начала работать и создавать программы одну за другим и соединять их, то я увидела, что результаты вообще отличные. И у меня, и у моих клиенток. Да. Я их интуитивно соединяла в своей программе, которую создала далеко тогда, в 35 лет, ну где-то в 38 лет, по даотским методам. Я только потом поняла, когда, будучи уже целителем, я поняла, что инновационные технологии – это взгляд по-новому с позиции нашего 21 века. А раньше люди древние, они знали то же самое, ту же самую историю, они преподносили по-другому. И я тоже одна из первых это все поняла. Весь этот алгоритм, у меня такие были осознания, я просто вообще в голове, у меня ну несли роились. И мне было так интересно жить, творить вот это все. И я начала создавать. И когда я увидела на себе результаты, ну просто вообще люди говорили, что у меня такая генетика. Но это люди, так говорят, те, которые ленивые и которые не работают с мозгом. Девочки. Если вы слышите такое, вы сразу понимаете, что этот человек не хочет работать с мозгом. Его родовые программы не пускают. Вы уже вчера работали, я вам приоткрыла завесу, и вы уже понимаете, как программы «Собор человека, я иду туда или остаюсь здесь?» У меня вот, например, сестра, она удивляется и всегда говорит, ну у нас же мама так делала, тетка говорит, ну у нас же все так делали. Какое мне дело для всех? Вот этот вопрос меня всегда бесит. Вот прям бесит. Когда мне так говорят, ну у нас все так делали, а ты-то че? Ну зачем мне все, когда я – это я? Вот все – это там, все. А я – это я. И вы знаете, вот это я – это я, это во мне было с детства. Понимаете? С детства. Именно поэтому вот эти лидерские программы, они проявлялись у меня, раскручивались витком, и именно, может быть, поэтому мне приходили такие знания. Потому что я тот человек, который несет вот этот огонь, и у меня есть миссия. Миссия, когда есть миссия, тогда легко идти. У меня сейчас идет курс нейроденьги, и я как раз девочкам распаковывала суперэкспертность, суперспособности на предыдущем уроке, именно через видение раскрытия своей миссии. Ну результаты, конечно, были интересные, люди вообще были, ну просто, даже не буду об этом говорить. Ну это супер. Это тоже возможно, все у нас возможно, когда у человека есть эта информация, есть эти технологии. И понимаете, почему, почему я в 61 год так выгляжу, да, почему я так себя чувствую, почему я вот так, вот такая, не похожая на всех своих одноклассников-старичков, которые даже если пытаются что-то делать, они все равно там с лицом, там вот сейчас про лицо говорим. Согласитесь со мной, когда я скажу, что да, люди ходят к косметологам, так, что-то правят, да, на лице, что-то делают, но выглядят при этом они ухоженными пенсионерами. Правда? Вот напишите, это определение четко подходит этим возрастным людям, женщинам, которые вот шарфиками прикрыли лицо, закрывают декольте, и вот мне вообще не зазорно открыть декольте, не зазорно одеть бикини и пройти со своей фигурой по пляжу и снять восхищенные взгляды молодых мужчин. Вообще не зазорно, мне это кайф, кайф, потому что у меня с кожей все в порядке, да, у меня со всеми с формами все в порядке, и мужчина вообще не может определить, никто из мужчин не может определить, сколько мне лет. И понимаете, вот сейчас такой интересный факт, чем старше я становлюсь, тем моложе ко мне подходят мужчины. Представляете? Во как! И при всем том, что у меня ничего нет в лице, никаких ботоксов, никаких филеров, ничего вообще, кроме того, чем я занимаюсь. Вот пишите, девчонки, да, 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 действительно, вот все эти женщины, которые таким образом якобы ухаживают, ну хоть так ухаживают, некоторые вообще не ухаживают. У меня есть одна знакомая, с которой мы не виделись, ну, больше 35 лет. И когда мы встретились здесь в Кемерово, она меня не узнала, я ее узнала. И когда она вот, у нее в прямом смысле вот челюсть отвисла, я с ней разговариваю, а у нее фокус внимания, она не может совместить. Почему? Потому что, на чем я говорю, потому что у нее мозг транслирует, этого не может быть. Я-то такая, почему она такая? Оля, и она в конце концов выдавила из себя, говорит, Оля, а почему ты такая? А я говорю, а какая? Я так к себе привыкла, понимаете? Для меня нет ничего особенного в том, что я такая, потому что я уже более 25 лет такая. И планирую всегда быть такой. А человек удивился. Для меня, конечно, было неприятно эта встреча, потому что неприятно не в том, что мое эго что-то там не наговорило, а неприятно то, что я поговорила с человеком, а она даже не спросила, а как ты это делаешь? У нее только была в глазах зависть, злость и вот такая какая-то, знаете, что-то нехорошее. А я же считываю людей. Я закрыла разговор и решила со своими одноклассниками больше не встречаться и со своими ровесниками. Мне так проще. Вот и все. Пусть они там сами по себе живут. И спасение утопающих, дело рук, а них утопающих. И вот эту соломинку я как раз вам и предлагаю. О ней сейчас я и буду говорить. Та программа, которая называется «Йога для лица с Ольгой Мирой». Я ее специально назвала так «Йога для лица с Ольгой Мирой», чтобы ее, ну, невозможно было, человек понимал, что это моя программа конкретно. Чтобы невозможно было построить другое. Конечно, ее воруют, но интересный факт. Почему-то, когда они ее воруют, у них уходят клиенты, моих коллег. И даже те клиенты, которые берут эту программу, они почему-то не работают по ней. Мне даже одна написала так. Вот в чем выключается? Ты, наверное, ведьма. Я говорю, конечно, ведьма. Ты, что, не понимаешь, что целитель – это ведущая женщина. И с чего ты взяла, что я свое детище буду отдавать просто так кому-то, непонятно кому, без обмены, без энергообмена? Ну, с чего ты решила? Вот. И, конечно, у меня в голове уже простроен вот этот энергообмен. И я уже понимаю, что транслировать свои ценности невозможно людям, которые не принимают, которые на халяву. Это, можно сказать, энергия в пустоту идет. Да. Нет результата, нет отклика, нет удовлетворения, нет… Как вот есть же фраза «гештальт открыт», то есть не закрыт ты мне, я тебе баланса нет. И я закрыла эту историю своим более изъявлением обычной технологии целительской, где человек, который не обменялся со мной денежной энергией, просто не получается, нет результата, но его западает лень. И так это и происходит. И я для себя закрыла эту историю и энергию оставила у себя. Я считаю, что это правильно, потому что… Ну, потому что это я так считаю. Вот. То есть не так это дорого, то, что я транслирую в мир. Я вот сейчас обучаюсь, вы знаете, да, на курсе, который стоит 350 тысяч. И видя то, что транслирует человек за эти деньги, я реально понимаю ценности того, что я транслирую в мир. И говорю, Оля, правильно, что ты попала на обучение к такому человеку. Поэтому необходимо переоценку ценностей делать хотя бы, ну, вот, раз в пять лет. Вот. Поэтому, девочки, ценность этой программы, она… Ну, ее невозможно оценить. Почему? Потому что это программа, которая будет вести вас всю жизнь. И вы будете заниматься по ней. Как я занимаюсь два раза в неделю. Один раз я веду клиентами онлайн занятия. Причем, смотрите, я не принимаю на онлайн занятия тех людей, которые не прошли курс. И здесь дело не в деньгах, вы уже понимаете, в обмене энергии. Мне важно эту программу разъяснить, объяснить. Мне важно, она… Программа серьезная. И она решает все проблемы на лице, шее, декольте. Понимаете? Она не может вот прям за 15 минут о них все рассказать. Но вот напишите, реально вы можете принять тот факт, что возможно за два-три раза в неделю иметь молодое лицо, восстановить лицо и изменять его так, как вы хотите. Напишите, пожалуйста, чтобы я понимала, как дальше вести разговор, как простроить. Вот Елена Молдость… Елена пишет, хочется верить. Это новый человек, да? Вы только что ко мне пришли. Потому что у меня много… Те, которые знают уже, они говорят, да, да. Вы тот человек, который готов принять. Потому что вот сколько пришли людей, не все новенькие решились 999 рублей заплатить за то, что им интересно просто взять и выложить. Тысячи – это не такие большие деньги, да. И вы видели в чате, что одна женщина даже возмутилась. Ну как это я вам деньги… Как будто это миллион. Вот. Не деваться, а мнений нет. Да, но девочки, тут еще и не во мне дело. И тех людей, которые прошли курс. Их же тоже много. Ну 12 потоков, понимаете сколько? Да, они все дают обратную связь. И, конечно, я не могу заставить человека. Но те, кто дают обратную связь после прохождения курса, у них вообще… Обе Тани, вот одна Таня, она здесь, я не знаю, Таня, которая москвичка, куратор здесь сегодня, нет. Они обе Тани, но с разных потоков. Одна была моделью, за которой следил весь Инстаграм. Опять же, я одна из первых начала транслировать эту серию ее изменений. И человек согласился, и я благодарю Таню, что серия была. И люди каждую пятницу следили за тем, как мы ее взвешивали. И как мы ее измеряли по всем параметрам. Понимаете? И на выходе получился совсем другой человек. И на выходе получилась молодая, симпатичная женщина. И я тогда… У меня в Инстаграме была надпись. Потому что эти умные продюсеры изменили мой Инстаграм. Надо опять изменить. И я написала, делаю с тетями девочек. Но это реально так. Ну так? Тань, подтверди, если ты здесь. Или у кого были результаты, кто проходил мой курс. Возможно, кто-то есть, кроме этих двух Таней. Так вот, девочки. Вообще-то, возможно, все. Особенно подручку со специалистом, который еще и владеет инновационными технологиями работы с мозгом. То есть, не только физику, а я работаю на всех телах. У нас семь тел. Ну, основа – это физическая, потому что мы здесь живем. И энергетическая, там, тонкие тела. Мы в основном возьмем энергетическая и психоэмоциональная. Это те тела, которые на наши гормоны влияют. Вот я вам потихоньку раскрываю, что и как. Так, Танечка, да, вот пишет. Да, вот Таня пишет. Вот это и есть модель наша Таня. Да, это так. То есть, когда человек пришел один, вышел с курса другой, ну, конечно, это говорит о многом. И я уже не только за себя, потому что я давно в этом. Да, лет пять была девочкой. Ну, Лара, ну ты, Ларис, ну ты же, наверное, не стала делать, да? Ты же не стала. Вот кто делает, то до сих пор, причем, смотрите, все девочки выходят на мою фигуру. То есть, на ту фигуру, которой обладаю я. И Таня, куратор. Абсолютно такая же. Все одинаковые фигуры. Старагаю девочек одинаковой фигуры. С лицом, конечно, ну, другая работа. Проговорю про лицо. С лицом почему другая работа? Потому что у всех разные проблемы на лице. И об этом тоже мы говорим на курсе. Потому что проблемы – это как раз зажатость. Например, я читаю по лицам, как эксперт молодости. И читаю по объему человека, по информации, как целитель. Видите, у меня считывание идет на нескольких уровнях. Потому что я вижу эмоции на лице. Я вижу, если у человека зажатое переноси, у него куча проблем. Он их создает. Это женщина, которая постоянно создает проблемы. Если лоб весь в морщинах, то твердолобость, то видит обычно у них и здесь, и здесь морщины. Значит, создает проблемы. Еще и тупит, как от них избавиться. Понимаете? Если опущенный рот, уголки рта, и поджатая губа верхняя, то есть узкие губы сжимаются в губы, и сильная сетка морщин, то это человек злой. Он злится много, он много в себе держит, он не говорит о своих внутренних конфликтов, а все в себе сберегает. Вот это дерьмо, копит в себе. И у него постоянно сжатые мышцы. Девочки, мышцы на лице, эта проблема, вернее, на лице возникают от зажатости мышц, от этих блокировок. И на курсе мы снимаем эти блокировки, потому что на каждом фрагменте мы проводим диагностику и снимаем блокировки. Без этого никак. Это не просто, вот как на YouTube-канале, вкладывать, сделай это упражнение, и будет тебе хорошо. Не будет это хорошо. Никак не будет. Не будет хорошо, если, например, человек занимается только спереди, не подключая заднюю подвешенную локхлопу, не подключая шейный отдел спереди, с боков и сзади, не подключая омоз декольте до груди и сзади до лопаток. То есть весь бюст работает в умоложении лица. Представляете, какая работа? Весь бюст. И, естественно, вот эти инъекции, вот эти вот афилеры какие-то, вот эта хрена тень, они, понимаете, простите за мой французский, это действительно так называется, потому что я вам сегодня, у меня есть статья, я вам ссылку вброшу в чат, чтобы не говорить об этом долго. Вы сами почитаете, все грамотные, разберетесь, посмотрите. И единственное вам хочу сказать, что ко мне обращаются, вот особенно в Инстаграм, зачастую, ну, примерно раз в три месяца кто-нибудь пишет со своей проблемой лицея и говорит, вы решаете, эту проблему, а проблемы жуткие, ну, просто жуткие. Там и гранулами в лице, вот это вот, в куле что-то поставили, потом это горошинами по лицу распространились, и перекос, и тос, и чего только не пишет, и отказываете будем. Почему? Ну, потому что, во-первых, они должны идти туда, где им это сделали, и через законодатель поднимать этот вопрос. Да, именно так. Таких людей нужно привлекать, которые нарушают здоровье лица. у нас этого пока нет. Естественно, с такими напрямую людьми я не работаю. Вот. Хотя, знаете, с какими я работаю людьми? От которых отвернулись врачи, потому что у меня такая проблема была. И я работаю, например, с людьми инсультниками, у которых перекос лица после инсульта. и очень хорошие. Представляете, через уже недели-две у человека конечно же я подключаю к литерскому направлению, чем врачи не владеют. И плюс на те упражнения, на те мышцы, которые потеряли чувствительность. То есть мы восстанавливаем мышцы через психологию, то есть через подсознание. Это очень интересная работа. И, конечно же, она не стоит миллионы у меня лично, потому что я понимаю, что для женщины лицо это визитная карточка. И с одной женщиной я работала вживую, когда работала в Тринити. И я видела, с какой болью она пришла. У нее вид был как брошенная собака. Она просто не видела будущего. И опять же, смотрите, я помогла человеку. Да, она мне заплатила не такие деньги, не миллионы, конечно. И я помогла человеку, а человеку даже отдых не оставил. Ну, вот это как. Не оставил, хотя у нас была договоренность. Я ей сказала, Таня, опять же, Таня, ну, Таня, ну, давай сфотографируем сейчас, и как будет потом. Да, да, да. Но потом, когда стало все хорошо, она просто исчезла. Ну, вот, ну, как бы так. Почему это люди делают? Я их, сейчас я их понимаю, когда я на том, на том уровне осознанности, я их понимаю. Это первый родовой уровень, который основан на страхах. И, естественно, эти люди боятся. Боятся осуждения, боятся осуждения, боятся, что только, что только они не придумают, каких только страхов не придумывают. Уже на следующих уровнях люди понимают, что страх это ресурс. Вот у меня только закрадет этот страх, я раз в него ныряю, там, для меня тут ресурс. Вау, 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 что я там еще боюсь, ну-ка давай, давай, в глубину, в глубину до мурашек, до мурашек, что-то, чтобы замурашило. Ага, вот, нырнула, вытащила, и понимают, а вот он, мой новый ресурс. Но это люди уже в более высоком уровне развития, понимаете, осознанности не видят. То есть люди, которые работают с мозгом. У меня были люди, которые, например, на курс приходили, и с нашего города была женщина, которая работала, по-моему, в администрации. И когда я сказала отзыв написать, она сначала написала, но увидела потом, что там ее фамилия, она где обратно, пишет, Оля, я отказываюсь, я говорю, да я просто зачерпну эту фамилию, да и все. То есть вот даже страх того, знаете, я тогда была удивлена, люди не боятся ходить деформированные, деформированные старости, лицами, не стесняются, что все подходят, да, они боятся сказать, что они нашли способ, где можно восстановить. Вот вы понимаете, какой страх меняют, заменяют. Но это для меня, конечно, было тогда непросто. Так вот, люди, которые думают, что это невозможно, они просто не знают, у них нет шаблона, вы уже поняли, да, нет родового шаблона, и здесь, конечно же, не в том дело, какие были родители и в том числе. Почему и так, и так? Потому что, во-первых, шаблона не было, да, а во-вторых, напишите, почему стареют люди. Ответьте, пожалуйста. Как вы думаете, почему стареют люди? Как вы думаете? Как вы считаете? Это будет ответ на ваш вопрос, на этот вопрос, который я задала. Что не пишете? Усталость от жизни, вот Лена пишет. Не знают, что можно по-другому, ближе, Люда. Все, да, больше нет. Девочки, они стареют только потому, что они видят, как стареют другие. Это факт. Это факт, который действительно зафиксирован в подсознании, то есть в помощи определенной аппаратуры учеными. Если бы человек не видел, как стареют другие, он бы, возможно, и не старел. Понимаете? Если бы человек не знал, как, например, в 50 лет выглядела мама и папа, он бы, его мозг не видел бы это. вот Лариса пишет лень, и лень в том числе, человек не знал бы, и он, возможно, бы не старел. Но многие говорят, ой, да у меня мама была вот точно такая же, у нее, как у меня вот есть врач, который ко мне ходит, он врач-педиатр на женские практики. Я говорю, ты почему салбом-то, что у тебя вообще происходит? Ты же нужна с ним поработать. Вот думаю, у моей мамы так было. Понимаете? Извеждение. Причем здесь мамино лицо и ваше лицо. Причем здесь папины программы и ваше лицо. Здесь вообще связки нет. Эту связку придумал придумал мозг на основании извеждения социума только и всего. Потому что если бы вы не знали, если бы она не знала, как у мамы на лбу было, она бы сказала, ну да, Оль, наверное, надо. А тут мозг не раз выдал сразу. Вот такую версию. Понимаете? Действительно, если бы люди... Потому что, смотрите, например, у меня мама в мои годы, она была уже старушкой. Если бы она встала и посмотрела на меня, ее давно уже нет. Ну, она бы, конечно, сильно удивилась. удивилась. Очень сильно удивилась. Она не верила в то, что я делаю, не было поддержки у меня маминой, к сожалению. Ну, у мамы не было таких программ. Потом, когда я уже все это просканировала, у нее были другие задачи. Вот и все. И опять же, у меня нет к маме ни обид, ни каких-то разочарований. Я просто поняла, понимаю, что у нее были другие задачи. она с другим пришла в этот мир. И то, что она не понимала меня, ну да, ей можно было не понимать. Нет, можно. Почему нет? У нее свой взгляд на мир. вот. И, конечно же, мы разные, абсолютно разные. Мы даже с сестрой разные. У нас всего семь лет разницы. Если ее поставить рядом, то тут небо и земля. Хотя, сколько раз я человеку предлагала, но она не в развитии, она тоже не верит, она не может поверить, как это вообще возможно. Ну, чего это я у младшей сестры буду там в этот, и вот тут, понимаете, какие накручивают человек себе мысли, ну, ради Бога, старей, как все, я уже никого не тяну, вообще никого никуда не тяну, я просто предлагаю, предлагаю людям за два месяца освоить две программы на тело, на лицо, плюс два урока и мини-курс на гормональное омоложение, который входит в программу курса, и вуаля, бери и делай, все готовенькое, все у тебя есть по урокам, все у тебя есть в записи, и я очень благодарю, что появился телеграм-канал, что возможно это хранить в телеграм-канале, вот как мы сейчас в группе, в бессрочном режиме, потому что на тех платформах какие-то курсы, там остальные программы, платформы, на которых я работала, в офис, и еще какая-то была программа, там за это же деньги берут, и там необходимо, чтобы человек сидел и отслеживал, потому что постоянно сбои, постоянно срываются, а здесь вот вы зашли в телеграм-канал, вы уже знаете, что проще, нет, даже ребенок можно разобраться, у меня пятилетний внук легко входит, блин, вообще с моего телефона куда хочет, пять лет, вот, и пожалуйста, открывай и в бессрочном режиме, смотри, и только делай все, делай, смотрите, программа, которая моя личная, она основывается на физиологии, помните, я вчера вам сказала, что необходимо вводить человека именно в понимании, как это все работает, иначе у него будет раздравив полный в голове, он не будет понимать, почему так происходит и как это происходит, и Оля, может, придумала, вот она там что-то не придумала, потому что она витает, так некоторые говорят, но смотрите, когда мы хотим, например, укрепить мышцы ног, или подтянуть живот, или попу, да, мы прибегаем к чему? К помощи физических утожнений, да, ну, некоторые вообще придурковатые, колют силикон в попу, да, потом ищут его в разных местах, но смотрите, мышечный каркас лица тоже можно тренировать точно так же, да, разница заключается в том, что мышцы на теле, они быстрее включаются в работу, потому что они, они уже в течение жизни делают эти движения, мы бегаем, мы ходим, да, мы поворачиваемся, мы приседаем, это все уже есть у нас в каждодневном труде, скажем так, для мышц, а мышцы лица нет, там около 70 мышц, еще специалисты до сих пор не пришли к точному количеству мышц, потому что европейные и восточные лица отличаются тоже друг от друга, и понимаете, тут не все мышцы участвуют в движении, то есть только те мышцы, которые участвуют в улыбке, например, в плетке вне эмоций, когда мы делаем, да, вот эти вот все, разговариваем, щуримся, улыбаемся, это поверхностные, они только включаются в работу, и то у них это не работа, это искрометное движение, это называется мимика, и именно мимика закладывает морщины, она не тренирует, она закладывает морщины, она деформирует кожу, и нам необходимо подключить глубокие слои мышцы, те, которые спят, которые вообще крайне редко двигаются, и именно за счет того, что они не двигаются, начинается сползать каркас, каракас дрянет, мышцы, вот, например, мышца молодая, вот такая, потом она, когда стареет, она начинает прогибаться, то есть она теряет количество ластиной, экологена, ну, всего, всех этих составляющих, которые в процессе, в живом процессе участвуют, и мышца, она вот такая становится, у некоторых вообще такая, у некоторых совсем вот такая, и тогда глубокая морщина, и что нам нужно в процессе сделать, вот как из этого сделать вот так, чтобы кожу натянуть, вот нам и нужно вот из этого состояния постепенно вот такое движение сделать, обучить мышцы, чтобы они научились это делать, и накачались, да, это тоже самое бодибилдинг, вот так я бы его и назвала фейсбилдинг, это правильно, кого-то это шокирует, но чего тут шокирует, если идея воздействовать на мышцы, то есть прокачивать мышцы вообще не на вас, еще и Клеопата этим занималась, заметьте, она использовала не только маски, но тоже были комплексы, и любовница Гитлера, она тоже дева, она тоже владеет этой технологии, то есть уникальные женщины, они давно знали рецепты, у них были рецепты секреты молодости, не все их афишировали, но факты состоятся фактом, и есть комплексы, которые в основном основаны, которые транслируют на ютубе, которые в журналах там и еще, которые основаны на аэробных нагрузках, то есть подвигатель головками, губками, там всякие такие движения, сделайте, да, кстати, вот все, что я вам показываю, это говорит о том, что в моем лице нет ни одного укола, ни одного филера, ничего, у тех людей, у которых есть, они не могут это сделать, у них мышцы скованы, они атрофированы в конце, и с ними очень непросто работать, но после ботокса можно работать, конечно, они оживают, потому что ботокс там немного, если человек не всю жизнь конечно пользуется, можно возродить мышцы, вот, и тогда как вот при укреплении мышц, вот я считаю, и моя программа основана на аэробных нагрузках, то есть где силовая нагрузка, а как применить силовую нагрузку к мышцам, которые не могут взять гантели, прокачать попу, там, вот так, вот здесь главное заключается именно в том, чтобы научить мышцы работать, двигаться, не все мышцы сразу включаются в работу, и постепенно, поэтому я создала сначала первый уровень для начинающих, потом второй профиль, и естественно это все ну прям работа, но это работа интересная, потому что приходит с одним лицом, уходит с другим лицом, а впереди еще вся жизнь, где можно создавать и создавать, кто внимательно следит за моим лицом, вы можете видеть, что я его тоже меняю, я меняю скулы, я где-то что-то все равно меняю, и мое лицо постоянно оно другое, но в то же время оно маложалое, да, правда? напишите, правда? Вы согласны, что оно не такое, как у всех лиц? и вот да, ну конечно, да, тут как можно сказать нет, и вот именно это напряжение лучше всего тренирует мышцы, спасибо, что вы пишете, спасибо Ирина, спасибо Лариса, и вот эта тренировка почему названа йога для лица потому что у меня есть сертификат по йоге и я когда попланировала быть инструктором по йоге и он мне тоже дал экскурс такой это дело и как она и схожа с йоговскими асанами понимаете моя программа отсюда и название этой методики но как йогу для лица так и вот например классическую хатха-йогу ее невозможно освоить без специалистов который либо создал этот комплекс либо он обучен этому комплексу от А до Я то есть не поверхностное а вот так у меня был вариант когда ко мне пришла клиентка и уходила там месяц на занятия и создала в каком-то клубе по моей программе вот тоже тоже занятие и мне девочки сказали я говорю да у нее долго не продержится действительно к ней люди не пошли потому что они начали задать вопросы потому что у нее было не то лицо которое они хотели бы видеть все видят мое лицо и понимают да я тоже так хочу а человек не достиг этих результатов личных у него нет результатов его клиентов и вот поверхностное знание люди уже стали понимать что это не айс и что это все на самом деле видно белыми на воде писано вот потому что девчонки возможно как и тренажерном зале не перерастянуть мышцу да вовремя остановить напряжение найти точки откуда точки ада и точки б правильно активные точки куда направлять мышцу это методика построена она с глубины знания и естественно поверхностное знание не даст таких результатов именно поэтому я не беру людей на новичков на те свои занятия которые провожу по средам в онлайн режиме видите тут мне не деньг дело в результате я хочу видеть результат чтобы люди понимали что да я освоила я иду за Ольгой я хочу видеть лицо своим таким-то таким-то я могу спросить у нее как это сделать и она мне в любой момент скажет да это так и есть потому что я предлагаю на курсе создать еще и менее программу это это уже идет по второму уровню для продвинутых вот и эти анаэробные нагрузки они очень действенные очень действенные они создают тепло в тканях и запускается воздействует вот на эти терморецепторы стимулируют нервные окончания и в результате улучшают кровообращение кожи в мышцах стимулируя их функции понимаете почему важно человеку объяснить не просто дать вот это упражнение березел а объяснить для чего почему чтобы ему было понятно что он делал он будет понимать если этот процесс для него понятен он уже будет понимать как это делать и до каких результатов и как это потому что есть ведь и правила безопасности техника безопасности конечно есть не перенапрягать мышцы на лице они деликатные их нельзя перенапрягать их нельзя упал отжался упал отжался это не попа это лицо и здесь необходима техника безопасности о которой я постоянно говорю на курсе и я слежу за людьми за своими учениками вот помимо улучшения мышечного каркаса потому что он улучшается и активизируется клетки насыщаются получают больше кислорода и активных веществ и за счет этого увеличивается синтез коллагена и эластина поняли да эту цепочку и что колоть что колоть куда которые восстанавливают эластичность кожи и укрепляют ее каркас естественным образом какой смысл куда-то что-то колоть и вставлять когда можно дома просто брать и делать это все вообще никаких не применяя ничего не идя никуда не надо нести денежки никуда один раз улучшился и делать потому что все свое ношу с собой вы ведь уже поняли что я на самостоятельно мое обучение себя на самостоятельную работу выводит всегда абсолютно всегда я не перенаправляю я не привлекаю к себе делайте так и постоянно идите со мной нет я даю тот комплекс который я разрабатываю по которому я иду и человеку обучаю что тело что лицо и даю эти комплексы пожалуйста бери дело иди все больше ничего и конечно последовательность работы это этапы они прорабатывают рассчитаны на правоработку всех зон вот абсолютно всех зон здесь и передние боковые задние шеи передние боковые задние декольте сзади до плеч и подмышечные подмышечные девочки помню где-то на тикток когда тикток был открыт одна там меня пыталась чего-то хакер какая-то говорит этого быть не может у вас такие подмышки я говорю какие такие подмышки таких подмышек не может быть у женщины такого возраста я говорю как здорово какой хороший комплимент благодарю действительно если женщина не занимается она не может носить вот такие открытые вещи у нее здесь дрожит у нее подмышками там вообще бардак ну это это понятно это понятно потому что там атрофируется кожа она атрофируется еще почему потому что там гормональные процессы не те происходят и лимфоток и все-все-все это я это рассказываю на курсе естественно там кожа не гладкая там кожа атрофируется очень быстро она тонкая где кожа тонкая деликатно она быстро атрофируется и на следующем этапе вот когда только каркас включаем в работу и уже начинаем работать с мышцами верхней части а затем переходим на нижнюю часть затем отрабатываем параллельно подключаем заднюю подверженную мускулатуру шею все мышцы шеи декольте и в конце тренировки прокачиваем мышцы ключевого пояса и подмышек именно поэтому у всех восстанавливаются все подмышки и бицепсы трицепсы и декольте становится роскошным то есть все идет в работу а не одна один фрагмент один фрагмент никогда не работает вообще никогда потому что есть базовая техника в моей программе есть базовая техника на которой накладывается уже все остальные упражнения которые и создают полностью тренировку так же как и на тело в моей программе учитываются все мышцы нашего тела не только мышцы пресса и грудий а все мышцы и они одно упражнение за другим один комплекс каждый фрагмент включает новые и старые предыдущие также тренируются то есть последовательность учтена мною и тренируя уже нижнюю часть лица после базовой техники и проработки верхней человек тренируя нижнюю часть лица или шеи он чувствует что в тренировке оказывается верхняя часть лица это как вы считаете это волшебство нет это наша физиология понимаете физиология наши процессы как работают мышцы как каркас как мышцы прикреплены друг к другу это все необходимо знать и использовать именно грамотно а не так как попало сделать одно упражнение и будет вам фигня будет фигня и значит также тренируется и центральная часть лица и мышцы круговой мышцы глаз и губ это все связано между собой прокачивание каждой зоны мы уделяем по урокам то есть это не выборочно идет все в комплекте упражнение на самом деле не занимает много времени буквально 2-3 минуты когда человек уже знает когда человек включил мышцы нашел активные точки с моей помощью включил мышцы в работу когда он уже выучил упражнение ему вообще в течение дня мини комплекс на определенную зону сделать это вообще вот фу расплюнуть как говорят это ему ни о чем совсем и делать можно везде и в машине когда на светофоре и везде и девочки делают это я показываю как совмещать с интимными мышцами это чтобы ни одна мышца не простаивала и сразу же улучшать гормональный фон ну вот как вот как это происходит когда специалист действительно не по верхам скачет а много лет в одной теме и когда он знает всю физиологию и знает как это все восстановить потому что он сам прошел понимаете это вообще серьезно вот я сейчас говорю о вещах которые серьезные потому что например когда я сталкиваюсь с врачами потому что у меня тоже есть знакомые врачи вот у них отдельная специализация но это неправильно это неправильно у нас все в комплексе и я считаю что врач должен знать все вот если он врач потому что вот целитель например где я обучала целительству мастер танцов он знает все вот у него спроси любой вопрос по любому участку тела он скажет он скажет и как восстановить и как и что и как исцелить и как проще для человека и как энергозатратнее он все скажет а к врачам нужно ходить туда 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 и в итоге нигде ничего а деньги потрачены ну вот как как бы вот эта история вообще неинтересна для людей я предполагаю для вас тоже так же я сейчас смотрю как выкачивает из людей денег это вообще просто невероятно и через уже уже смотрите у всех всегда интересует вопрос а когда же результаты а вот как вы будете трудиться девочки у меня на сайте результаты клиентов например у меня одна девочка вживую проходила которая она пришла у нее вообще носогубки повисли вся нижняя часть лица тропирована была и что только не делали косметологи Ирина говорила ну нет они ничего не могли сделать она пришла и прям материлась на клиенте столько денег уже дала им а толку нет Ольга сделайте что-то я говорю ну если будете работать все у вас получится как у вас я говорю да как у меня потому что мы с ней одинаково почти возраста были так вот я говорю а на сколько раз надо ходить я говорю три раза в неделю у меня тоже три раза в неделю были занятия либо если хотите ну на персональные тогда ну не чаще чем через день мы договорились на три раза в неделю что вы думаете через четыре месяца Ирина уже была с другим овалом лица с другой шеей и она поехала еще и в Кугосветку по-моему на каком-то лайнере что ли уже там собирала молодых поклонников ну вот человек целеустремленный я ей сказала как она работала в группе она работала дома и у нее прекрасные результаты она помолодела настолько насколько хотела ей никто но не давал свой образ так же как и мне вот человек пришел на готовое взял заплатил обучился пошел я не говорил стой здесь и делай так всю жизнь нет вообще не так что может методика моя программа она позволяет восстановить объем ткани это самое важное то есть помните что я вам говорила из этого сделать сначала так потом так и получается объем гладенькая мышца получается накачанная естественно кожа натягивается и конечно же исчезает морщинка либо она если она была очень глубокой она становится менее выраженной крупные сильно заложенные деформированные морщины их практически невозможно выпрямить только можно натянуть круговой подтяжкой либо сделать незаметной то есть сгладить таким образом либо накачать так чтобы их вытолкнуть все других нет вот в моей программе восстанавливаем объем ткани лица это самое ценное девочки это самое ценное вот это вот когда лицо не дрожит потрясите головой что на лице дрожит у меня только сережки дрожат уменьшись в палости височной подглазной зоной в носогубных складках которая образуется конечно с возрастом причем восстановление рельефа оно происходит достаточно совершенно естественно и в отличие от того как например действуют эти уколы ботокса красоты методика действительно решает все проблемы на лице абсолютно все и начиная если с лба убирает морщинки заломы над бровью переносит выглаживает поднимает бровки верхняя века делает округлым из тряпочки мы делаем просто из тряпочки вот это что я вам показала на руке за счет этого брови верхняя века округляется и кожа натягивается знаете конечно же гусины лапки стираются но вот в этой зоне хочу вам сказать кто например хохотухи как я я постоянно смеюсь у меня всегда хорошее настроение я всегда смеюсь я позволяю себе это делать потому что у меня есть программа что они смеются пусть все грустят а я смеюсь и конечно же мы смеемся и они прокладываются но когда вы работаете с этим то эти морщинки незаметны люди удивляются Толь ты как бы смеешься там прищуриваешься ну видно что у тебя там морщинки ну потом куда они деваются вот и это тоже очень интересный такой процесс а затем ну саму можно возможно уменьшить носик у кого расплывается потому что например курносые носики они с возрастом расплываются у меня у папы был такой бульбочка очень курносый носик я всегда смотрела на него и говорила ой папа какой у тебя нос а он смеялся он такой геморной был и говорит у тебя доча такой будет заводил меня вот и я конечно на нос обращала внимание и конечно же я нос за нос слежу всегда и он у меня очень аккуратный с возрастом я увидела что он вытянулся чуть-чуть и как маленько приспустился шире я его контролирую он не растет то есть этот момент я тоже и на моих фотографиях я тоже вижу что например молодость у меня достаточно такой хороший мусик а сейчас более стройный и эту технологию я тоже знаю и владею затем носогубки носогубки на самом деле это вообще не проблема по моему опыту это вообще не проблема там несколько упражнений в комплексе делай и все но надо снять напряжение напряжение скулы модные скулы что только туда не вставляют что только туда не вкачат можно прокачать и сделать но я профессионально обращаю внимание чтобы человек когда формировал скулы он учитывал форму лица чего не делают наши косметологи потому что они не профессионалы они делают так как их обучили в те точки колют все но если человек нарушает например конституцию лица его лицо становится негармоничным и вы это видите у людей у которых перекошенные лица накаченные вот эти чем-то скулы и например скулы накачивают глаза уходят туда и становятся вопадины становятся поросячьими глазками кто видел кто видел этот феномен я вообще всегда прикалываюсь а они этого не видят они считают что у них скулы такие модные и у них все нормально они не видят вот этот дефект это реальный дефект глазки уходят туда скулы и в каком месте нужно накачать а в каком месте нужно впадинку сделать например щека мы же не прокачиваем всю щуку почему у меня не накаченные скулы вы же не видите что у меня скулы такие прямо ого-го с филером нет у меня есть где впалость а есть где выпуклость почему потому что я знаю какую мышцу накачать делать вот такой а какую поддерживать ровненько не такой а ровненькой поняли это тоже необходимо научиться сделать и угол молодости ну как его вообще угол молодости скорректировать угол молодости корректируется через овал лица подбородочную мышцу мышцы шеи и мышцы задней части головы задней задней услышали то есть только нюансов о которых не все косметологи знают и смотрите контур губ да я вам сегодня как обещала покажу упражнения на которые имеют быстрый результат три упражнения на выравнивание бровей у кого асимметрия я вот тоже люблю поиграть бровками упражнения для освежения для свежести нижнего века и мгновенного выглаживания морщин да есть такое и на губы где снять напряжение почему верхняя губа губы съеживают потому что напряжение уже говорила и сетка морщин возникает когда человек много говорит например да и либо опять сжимает губы но можно и говорить всяко-разно сжимать губы но при этом губы остаются полной формы и контур у них замечательные заметьте что я 61 год и пользуюсь не матовой помадой а блеском это говорит о том что у меня нет морщин на губах и они не расплываются потому что если на морщинистые губы нанести блеск просто расползется лицо окей понятно да вот также идет овал лица подбородочная мышца от мышц семишейных посланков это все зависит здесь тоже необходимо понимать и мышцы дальше декольте выглаживаем их и обязательно мышцы между грудью здесь этот треугольничек тоже делаем моложалом вот сколько делает моя программа вы считаете это реально напишите вот но я пока поговорю смотрите эффекты от упражнений они распространяются на весь организм так же как йоговские асаны йога для лица она гармонизирующим действием действует на весь организм во первых потому что я подключаю работу с подсознанием а это ну этого дела никто не делает это только моя через мою программу можно этому научиться и благодаря каналам обратной связи при работе с мышцами лица посылаются сигналы в определенные зоны головного мозга команды посылают и мозг помогает включать эти мышцы вот как идет и поэтому люди которые начинают заниматься моей программой йогой для лица они через какое-то время улучшают самочувствие улучшается и повышается работоспособность особенно у кого например головные боли они проходят они проходят потому что я уже объяснила почему именно вот за счет вот этих процессов вот как вам эта история молчат напишите по крайней мере вы вам понятно все что я вам говорю потому что я разогналась я могу о своих программах говорить знаете всю жизнь потому что мое мое детище естественно я люблю это и об этом говорю долго могу говорить долго смотрите у меня для вас есть еще подарок и я сейчас презентацию курса быстро расскажу и потом дам вам ссылку на нее а потом я покажу упражнения и нейро работу такой же как в прошлом во вчерашний день вам она понравилась вчерашние пересматривали потому что вчера я вам дала бомбу петарду да вы пользуетесь это очень замечательная технология лена посмотрите это очень интересная технология которую я дала вчера она очень работает она очень мощным способом работает и она очень хорошо замечательным образом вывод человек на результаты вот как ну и смотрите я вот интересно даже не знаю здесь показ экрана в этих есть или нет ну ладно я буду рассказывать а вы потом посмотрите просто-напросто посмотрите потому что на сайте куда вы зайдете там будут и отзывы реальных людей и тех девочек которые здесь и куратор нашего курса и модель нашего курса они тоже все со своими результатами и их отзывы и видеорезультаты короче все что самое интересное самое вкусное я выложила в сайте на сайте в этот раз я собираю только вив-группу не будет никаких больше потому что у меня много работы и я на несколько пакетов не хочу раздайв делать потому что у меня обновление курса где я ввожу новую работу мозговую работу то есть я буду фиксировать на каждом модуле результаты и давать нейротрение такой тренажер который они будут слушать и фиксировать свои результаты то есть в подсознании постоянно формировать новый шаблон этой фишкой никто вообще не пользуется и я работала с этой фишкой только с зависимыми людьми давала и у них потрясающие результаты алкоголик наркоман у кого такие совсем печалька вот и у человека за 3 месяца отличные результаты табака курения первая модуль это мы формируем новое молодое стройное тело 8 занятий на создание такого тела возможно все опробировано и поэтому тут даже сомневаться нечего здесь обязательно идет уже в первом занятии работа с мозгом для создания именно этого шаблона вам необходимо научиться работать с мозгом я очень просто конкретно даю как это делать и вы просто делаете я же контролирую и обязательно трансформация идет супер мотивацию мы мотивацию создаем каждый из участников создают мотивацию и эту мотивацию мы через трансформацию в подсознании закрепляем чтобы человек не сорвался чтобы не убежал чтобы ему не было страшно чтобы еще какой-то фигни не придумал и мозг его будет уже на эти ниточки держать это есть трансформация то есть это та работа которой каждый год будет заканчиваться и получать нейротрение затем мы будем обучаться той авторской программе восстановление здоровья уменьшение объемов и повышение энергии да это такая программа которую пользуются я и все мои клиенты конечно будет трансформация результатов будет она разбита по урокам на каждой части тела каждую часть тела можно привести в ту конфигурацию которую вы хотите последняя моя фишка вот которую я на себе опробовала я всегда держалась 48-50 килограммов но в последнее время я устала нежно в этом теле и заметила что у меня маленькая грудь что я сделала я прибавила 3 килограмма для меня это много для моего размера 3 килограмма появилась грудь и я весь как она появилась я ей просто определенным вариантом этот жир перегнала в грудь у меня получилось грудь между 2 и 3 размером а талия как была 65 так и осталось 65 супер напишите пожалуйста супер кстати момент я уже пробовала этой технологии Таня напиши когда ты 10 килограмм потеряла твоя грудь не знаю какого размера она осталась на месте напиши подтверди пожалуйста потому что Натанечке я испробовала уже тогда часть этой технологии но мы тогда не перегоняли мы просто вы же все знаете когда женщина страниц то есть она на похудейку идет она сбрасывает у нее что образуется негатив от этой похудейки какой здесь трясется на животе трясется между ног трясется и грудь как заячьи ушки падает да знаете этот эффект знаете но она пострадала вот здесь такого нет на моей программе подтягивать кожа потому что я использую два варианта для подтягивания кожи и два варианта для сжигания жира с верхней части тела и с нижней части тела то есть аутогенный есть подкожный жир и аутогенный я использую технологию для сжигания аутогенного и подкожного и аутогенного жира аутогенный жир это который на органах жир понимаете теперь Какая интересная история. Чего вы там пишете? Супер-супер, фантастика. Не, не фантастика, а реальность вообще стопроцентная. Грудь у меня теперь, о-о-о. Да, это работает, вес уходит, размер груди. Причем такая грудь, вы знаете, ну как я хотела, так я и получила. Некоторые пишут, Оля, вы, наверное, грудь поставили. Ну пусть думают, что хотят. Она же видно, что она моя. Потому что соски не торчат на 3 сантиметра. И заметьте, они ставят эту грудь. Одна с другой вообще не симметричны. Там всяко разно. Короче, я решила эту проблему. Да, программа удивительная. И она основана на даосском направлении. Я все взяла из даосской традиции. Ну почти все добавила. Работу с мозгом. И более грамотно выстроила систему, чтобы сжигался один же и другой. Из разных школ, конечно, у меня сведения были. Поэтому создавалось это все 10 лет, девочки. Конечно, потому что в первой до осизны 10 школ. Их нужно было все изучить. Мантык-Чио это на одну школу, а там их ого сколько. И все это нужно было простудировать, попробовать. И вообще это все необходимо было пропустить через себя. Через колобушника некого было. Затем необходимо запустить систему очищения. Это очень сложный процесс для многих, но не для меня и моих учеников. Потому что все идет по отработанной схеме. И идет очищение на физическом, психоэмоциональном уровне обязательно. Обязательно мы психоэмоциональный уровень выстраиваем, чтобы он был, все эти гормоны, которые выравнивают наше настроение, чтобы они были в норме. Чтобы они не были ни в минусе, ни в плюсе, а в ром, в том самом балансе. Понимаете? Баланс это не норма. Вот. И начинается, так же будет трансформация. И вот тут, здесь же я отключу новую трансформацию. То есть трансформационная работа, трансформация работа с мозгом, чтобы вы понимали. Мы будем трансформировать чужое мнение. Это важно, чтобы программы социума вас больше не касались. Чтобы вообще не было. Пример свой. Когда я стала, добралась до 50-го размера, а потом стала в обратную сторону идти. То есть я создала уже то, что мне помогало прийти в 42-й, опять все мои родные, в том числе и мама, и все запели свою песню. Ой, да ты чего? Ты что, заболела? Или ты чего там? Вообще болезни мне не выглядела. Я наоборот в этом 50-м размере была болезненно, вечно уставшая, потевшая и вечно какая-то забитая. А потом, когда я этот груз сбросила, я опять вернулась в эту веселую, звонкую девочку, энергетичную. И они завидовали, понимаете, не завидовали, больше-то никак не назвать. Но я не слушала их, мне было непросто, хочу вам сказать, но моим ученикам просто. Потому что у них есть трансформационная работа, которую выгрузили все их чужие мнения и загрузили только мое. Вот такая работа пройдет и вам будет пофиг вообще, что там кто говорит, вообще пофиг. Меня и муж терроризировал, потому что он видел, что я хорошая, где нет, а где. Из больной старой женщины я превращаюсь в ту девочку, молоденькую, на 42-го размера. И ему с его недостатками к тому времени тоже, у него были уже недостатки, было неинтересно. Как потом оказалось, это история. И на курсе бывают женщины, которые меняют своих вторых половинок. И была девушка, которая изменила из-за абьюзивных отношений, ушла, потому что когда она была холстой, он ее этим долбил, долбил, долбил психику на нее. То есть принижал ценности, убирал. Чтобы, да кто ты вообще, да ты никому не нужна, да ты такая просто. Когда она стала стройная, он его бросил, просто в руки новой в своей жизни, все нашла в руку. И начала жизнь с этого нового тела. Понимаете, как это происходит? На курс приходят, меняют не только тело, лицо, гормональная там, структуру, но меняют и всю жизнь. И это факт. Вот, работы меняют. Есть женщина, которая уехала за рубеж, замуж вышла. То есть вообще, это все интересно. Затем мы будем трансформировать обязательно. Диагностировать сначала, потом трансформация будет. Зависимость к сладкому. И будет нейротренажер, чтобы новый шаблон сформировался. Чтобы человек, выйдя из курса, вообще не видел ни сладкого, ни соленого, ни копченого, ни мучного. То есть они уходят. И некоторые мне пишут, Оля, я захожу в супермаркет и не вижу, чего мне купить. Я ничего не хочу. Я говорю, и не надо. И не надо. Набор напиши, что тебе нужно. И вот из этого экологичного набора себе собери все. О, участницы. И для себя это делать сначала. Потом своих, всю семью они тоже переводят на то, чему я обучаю. Это здорово. Вот. Мы трансформируем, диагностируем все зависимости, убираем их. Затем диагностируем также и трансформируем уменьшение объема пищи. Потому что вот эта жрачка тазиками, и особенно ночью. Но это я про себя говорю, девочки. Мне вообще не стыдно. Да, я признаюсь вам, что я это делала. Не было можно. Ну, к чему это привело, я тоже рассказала. Я рассказала, и вы поняли, к чему это привело. Не надо так. Не надо так. Не делайте так. Делайте лучше сразу, по-новому. И у нас будет трансформация, то есть проработка. И потом будет мир и тренажер. Легко уменьшаем объем пищи в два раза. А потом вы будете кушать, как птички, как я. Ну и посмотрите, мне хватает абсолютно. Хватает на все. Столько проектов, столько людей. И на мои все программы мне хватает времени, девочки. Да. На обучение. Я же сама еще обучаюсь всегда. И, конечно же, будет практика ягодиц и орешек. Абсолютно. Эту практику я давала всегда только вип-клиенту. Но так как это вип-группа, я решила все дать людям. Конечно, без выбора альтернативного питания не обойдется. Если вы думаете, что вы будете жрать по ночам и будете страниц с помощью моей программы, это утопия, обратите на это внимание. И здесь нужно подкрутить и здесь, и здесь, и везде. И понять, что да, здесь необходима альтернативность питания. И заметьте, я везде, где что-то трансформирую с вашего разрешения, я везде предлагаю 2-3 способа замены. То есть нет такого, что мы убрали сладкое и все, вы не едите. Нет, там такие есть вкусности. И настолько это просто. Вот Танечка, наш куратор, она вообще откопала такие рецепты. Она с девочками делилась, что мы просто удивлялись, как это возможно. И я до сих пор пользуюсь ее и своими рецептами. И все это я даю. Как избавиться без тремора, чтобы у вас не трясло, чтобы у вас не тягли слюнки, чтобы ваша еда была вкусная и полезная в том числе. Ну и, конечно же, не тазиками. И альтернативное питание, это тоже три варианта. Вы сами выберите, какое питание вы будете применять в жизни. Ну и, естественно, пошаговое введение моего алгоритма, вот этого всего алгоритма в жизнь, это тоже будет закладываться через подсознание, чтобы не было вот этих вот... Конечно, это все будет трансформироваться как точкой В. То есть, к чему вы стремитесь. Если у нас трансформация в начале курса будет с точки А в точке В, то в конце первого модуля рассчитан на месяц. В конце первого модуля мы уже будем трансформировать в точке В. И раскодировку, как эту точку В раскодировать дальше, потому что вы на этом не остановитесь. Вы скинете от 5 до 10 килограммов, от 50 сантиметров до метра, до 100 сантиметров, примерно, смотря у кого какие объемы, а потом вам захочется больше. На первом... за два месяца я не рекомендую больше, потому что... Потому что я объясняю, почему. На курсе. Вот. И... Потому что имеется техника безопасности, которую я даю людям, и которую они соблюдают, чтобы превратиться из тетеньки действительно в молодую, стройную девочку, у которой подтянутая гладкая кожа, и нигде ничего не дрожит. Вот. Второй модуль – это вечная молодость лица. И квантовое гормональное омоложение. Здесь я включила... Раньше это отдельным модулем шло гормональное омоложение. А сейчас это видимое. Потому что я по квантовой работе работаю сейчас по-другому. И также идет у нас что? Восемь занятий на создание нового лица. Плюс два – на создание нового лица. Плюс два – на восстановление и стабилизацию гормонального фона. Вот. И тут входит диагностика возрастных проблем. Сначала надо диагностировать, научиться. Головой в песок не утыкать, чтобы четко и истинно понимать, что, да, где, в каком фрагменте есть проблема. И как это делать, мы все это будем делать. Разбор обучения моей авторской программы «Йога для лица» с Ольгой Мирой базовую технику, верхнюю часть лица, потом базовую технику, нижнюю часть лица, первый уровень, затем будет второй уровень, мы тоже будем, также нижнюю, верхнюю и нижнюю. Затем техники сама массажа с минимальной затратой времени. Заметьте, что это такое. Это тем, чем я пользуюсь. У меня нет времени вообще ходить на массаж, куда-то ходить, чего-то делать. Я это все делаю дома, сама, своими ручками прекрасными. И у меня есть технологии, которые вообще я затрачиваю по 3-5 минут. И я с ними поделюсь. Ни час, ни два, а 3-5 минут. Если у вас есть, например, 10 минут, вы умнички можете потратить 10. А если нет, то 3 минуты точно найдете. Окей? Вот. И, конечно же, будет трансформация и нейротренажер, световая косметология. Это уникальная технология, целительская технология, которую я владею, я вам ее придам. Создание индивидуальных мини-комплексов это уже уровень про, когда мы освоим программу. И подключим. В это же время мы будем параллельно подключать трансформацию, проведем родовых программ лояльности к гормональному постарению. Что это такое? А это то, что вас держит и прикрепляет к мнению современной медицины, к мнению социума, к чужему мнению вообще, к тому, что транслирует вообще по гормональному статусу возрастных женщин. Вообще дурдом. Отменяю, навсегда и заменяю. Нет такого. Вот такого нет, девочки, просто нет. Гормональный фон, он здесь, им руководит мозг, мозгом руководите вы, и вся эта история у вас под контролем. Все. Никакие вам гинекологи в жизни не нужны. От них только. А я вам забыла рассказать эту историю, что я пришла к гинекологу, она увидела у меня кисты и тут же смазала их во влагалище йодом и скальпелем срезала. Без моего разрешения, без ничего. Я почувствовала дикую боль. Просто вообще у меня в глазах помутнело. Я говорю, что делаете? Она говорит, да тут кисточки. Я их быстро вас подчистила. Вы в смысле подчистите? Ну да, а что тут? Я в дом пришла, привела, идите. Я еще полчаса сидела около этого кабинета, не могла вообще войти в себя. У меня повышенная чувствительность, меня вообще никто не спросил. Понимаете, да? Короче, меня обучали на каждом шагу. Я еле доползла до дома. Ну просто вообще это невероятно было. И вот такие вот у меня опыты. Поэтому не дружу с ними. Пусть они меня простят, но не дружу. И не хочу заводить русскую. Пусть они дружат со мной. Вот. Создадим программу лояльность. Это лояльность, это когда человек боится иметь страх, что родовые программы, если он отойдет от родовых программ, то род откажется, не будет давать энергию. И он будет, по мнению родовых программ первого уровня, может погибнуть. Потому что это действительно программа выживаемости. Я вас переложу на второй раз. Вот. В этом курсе. И будет нейротренажер. Для промирования. Новый шаблон обязательно. И затем мы сотрем искажения в программе женственность, чувственность, удовольствие. Потому что очень много женщин вообще не получают удовольствия. Не только там от секса. Некоторые вообще секс не имеют, потому что оргазма нет. Но тут вообще все в клубок укутано этими программами родовыми. И все это мы уберем искажения, восстановим и женственность, и чувственность, и удовольствие. И появится другой вкус к жизни. Перекодируем программы на программы новой женщины. Они сейчас другие. Именно из-за перехода земли программы меняются. Они показывают вообще другие, совершенно другие нежи, в которых я раньше работала. Это, конечно, уникально. Сейчас очень интересно, очень классно. Конечно, будут подарки. У меня всегда подарки, девочки. Будет видеотренировка авторской программы «Восстановление здоровья и уменьшение объема силы». Да, она всегда в пожизненное пользование. Видеотренировка авторской программы «Яудея и сансов Генмира» в пожизненное пользование. Чек-лист интимной тренировки будет в пожизненное пользование. Чек-лист любимой маски Генмира. Коллагеновый коктейль от Генмира. Да, я использую для поддержания кожи в молодом состоянии, коллагеновый коктейль, который изготавливаю сама, вообще не применяю никакой химии. Вот это вообще такая уникальность, которую вообще мало кто знает, наверное. Ну только мои персональные, кто на персональной работе был. Девочки, персональная работа у меня стоит 200 тысяч. Как бы. И квантовая технология, вес уходит, грудь остается. Грудь остается. Мини-комплекс на каждый день гормональное омоложение. То есть я не только почищу вам мозг и дам нейротренажеры, которые не больше 4 минут, которые вам необходимо слушать для того, чтобы создать новый шаблон в голове, по которому вы будете идти в жизнь с новым телом фиксировать, мозгу показывать. Вы еще получите мини-комплекс, который будете делать. Не больше 15 минут точно. Я сама не делаю долго. В итоге, смотрите, что вы получите. Вы получите программу на тело, которой будете заниматься после обучения. От 20 до 40 минут в день. У кого сколько есть времени? Не меньше 20, заметьте, не меньше 20, а больше можно. Сколько есть времени. Можете разбивать 20 утром, 20 вечером, как я, когда работала на дялю, была занята на офисе, работала. Тогда я утром и вечером занималась. Сейчас я занимаюсь дома утром. И поэтому утром я не принимаю никому. Потому что я у себя в приоритете. Йога для лица. Эта программа будет заниматься. Помни, как я работала с Ириной, так я и всем предлагаю. Три раза в неделю. Либо вы по часу занимаетесь три раза в неделю, можете саму подключиться раз в неделю. Либо вы разбиваете два раза в неделю, или выходите потом на раз в неделю и смотря, какие изменения. И затем часовая тренировка у вас всегда раз в неделю есть. Не меньше. А там вы потом смотрите, как у вас лицо реагирует. Но не меньше одного раза в неделю. Но у вас будет мини-комплексов. Это значит по фрагментам лица, где у вас сильные изменения. Возрастные изменения, искажения, там на симметриях какая-то. И по этим у вас будут мини-комплексы, которые не больше 6-70 минут. Вы их используете три раза в неделю. Я не считаю, что это много. Их использовать можно везде. Вообще везде. Даже не перед зеркалом. Вот. И гормональное омоложение комплекс, ну, примерно не помню, сколько, не больше 15 минут. Вот и все. Ну-ка напишите. Это много? Хочу я узнать, это много для поддержания, для восстановления молодости, здоровья, стройности и красоты, и фиксирования результата много-много на всю жизнь. Немного. Это возможно. Да, девочки, это возможно. Более того, я сама по 2-3 часа не занимаюсь. У меня много в моей деятельности, вы видите, что я активная женщина. И я бы не делала это, если бы нужно было 3 часа в день пахать. а вот смотрите, чтобы идти в зал, нужно собраться, нужно заплатить обмен, собраться, доехать. Там часто были, обратная история такая же. Нужно потратить 3 часа в день. 2,5 точно. Не факт, что поможет. Вообще не факт. И что вам понравится. Вот, девочки, какая программа. Интересно? Сейчас я ссылку вам кину. В чат, когда до конца заведу, и 2 ссылочки я размещу вам в чат, и вы внимательно посмотрите. Сейчас послушайте меня. Та-дым! И упражнение. Быстрый результат, который дает быстрый результат. Упражнение для выравнивания бровей. Вот, я очень часто пользуюсь одни, потому что у меня одна бровь, она всегда скачет. Это такая привычка. Вот, мужчины мои говорят, что это уникальная привычка, но мне она не нравится. Один мне вообще сказал, что вот этим ты меня завлекла. У них вообще своя история в голове, поэтому на их мнение не обращайте внимания никогда. у вас всегда должно быть свое мнение личное. То, что говорят мужчины и все остальные, мама, там, родные, это их мнение сформировано на их опыте. Только и всего. Оно к вам не имеет вообще никакого отношения. Поняли? Создаем свое мнение. Смотрим, что мы делаем. Мы вот таким образом садимся ровно, пальчики поднимаем, за макушку сначала вверх, себя вытягиваем, пальчиками захватываем бровь. Мы не поднимаем бровь, мы как будто, знаете, спились. Но не так, чтобы остались синяки. Мы держим бровку как будто под бровку, вот так. И можете, ну, чуть-чуть сначала бровки приподняли и зафиксировали пальчиками. Теперь вы на носик, на центр носика смотрите и начинайте верхний веком давить на нижнее. Надавили и держим. И отпустили. Опять надавили и отпустили. Ну, во-первых, нужно понять, что надавить, да, включить века, не у всех это давится. Если, например, у вас одно века приспущено, а другое графировано, говорим своими именами. Девочки, рассматриваем лицо честно. Вот честно, как я тогда подошла к зеркалу и сказала, Оля, ты семья, жирная семья. И с таким выражением, чтобы встряхнуть. Вы делаете, например, одно, которое у вас прыгает, да, и вы с одним работаете, чтобы у вас одинаковое было. Даже смотрите, сейчас делайте на одну сторону. Давайте на одну сделаем. И вы сразу увидите, что эта бровка, она как сгруппировалась и пошла повыше. Вы сразу увидите. Увидели? Почувствовали? Кто-то почувствовал вообще свои бровки? мышцы верхнего. А тут, смотрите, мышц, сколько здесь надбровная дуга. Три точки необходимо активировать. Нижнее веко и височную зону. Не все просто так. Давайте посмотрим, почувствовали или нет. вот Анечка почувствовала. Супер. Супер. Это упражнение классное. Лариса почувствовала. Молодцы. Молодцы. Смотрите, чтобы освежить нижнее веко, либо, например, я использую это упражнение, это скоропомощные технологии, которые, они дают быстрый результат, но ненадолго. Если вы не будете заниматься этой проблемой, которая, например, нижнее веко, она у всех проблемы с возрастом, а даже у молодых есть. Она, не просто, я использую для того, например, когда у меня реклама, мне хочется выглядеть свежо, я ее использую. И тогда люди не видят, что вообще я смеюсь, и у меня есть морщинки. Уделилась вам секретом. Вы зажимаете эти морщинки, которые у вас есть, садитесь ровно, голову тянете вверх, и смотрите на кончик носа. И начинаете сжимать веко к носу, к носу, к носу. То есть, вы поставили на те места, где у вас морщинки, и начинаете сжимать к носу. Смотрите куда-то вот сюда, к носу. И если вы в другое место будете смотреть, у вас новичков не будет сжать к носу. Вообще, это упражнение несложное, потому что мы всегда сжимаем к носу эти мышцы, и именно они формируют морщины. Но так как мы зажимаем верхний слой, он в это время выглаживается. И вот погоняйте, сколько вам нужно. Перед зеркалом посмотрите, потом убрали пальчики и увидели, что у вас на этом месте нет морщинок. Чудо. Ну да, чудо. Ну как бы так. Но потом вы начнете улыбаться, и морщинки опять появятся. вот эти скорые техники, они на мгновение. Необходимо иметь каркас, иметь систему. И хочу вас заострить внимание на губы. Сейчас все про губы, все что-то губами делают, что-то как бы. Во-первых, необходимо снять напряжение. хоть что вы будете делать губами, если вы не снимете напряжение, ну это будет все равно не очень удачная идея. Мышца, круговая мышца, даже если они ставят например сюда что-то на увеличение объема, они забывают, что напряжение по всей круговой мышце. И тогда отсюда напряжение переходит на носогубки, переходит на нижнюю, и формируется в другом месте морщины. Понимаете? Наше тело вообще не глупое. Оно знает, что нужно транслировать, нужно по башке стукнуть человека, чтобы он понял, что это он не то делает. И люди как правило видят, что у них отсюда перетекает проблема сюда, туда, ну и дальше ниже. Вот. И здесь необходима самая простая техника, которую я знаю для расслабления губ, это карандаш. У меня карандаша не нашлась, тут внук хозяйничает, ничего не найти. Ломастер. Берете карандаш, укладываете на нижнюю голову и под верх не засовываете. И вот так посидите. Вот, заняваетесь чем-то и сидите. важно. Мне иногда говорят, Оля, у тебя вид не очень умный. Вот мой вид, я какой хочу, такой и ношу. Я вообще люблю вид делать не очень умный. но это не факт, что у меня это внутри. Вот так. И в это время у вас идет расслабление верхней губы. Это очень хорошая технология, моя любимая. Я даже с этим блеском для губ, у меня сейчас блеск для губ, и у меня все равно держится фломазер, хотя он очень гладкий. Вообще новичкам лучше всего используют карандаш. Его легче захватить и удержать, и легче он легкий сам по себе, это все равно потяжелее. Вот, и конечно же упражнение на прокачку губ, это вы берете губы и делаете какое упражнение? вы руками сжимаете, то есть силовую нагрузку от обратного делаете, сжимаете губы, а губами стараетесь оттолкнуть пальцы. У новичков это конечно не получается, но зато у новичков получается вот что. У меня есть банка вакуумная, вы берете и вставляете губы, и у вас губы получают, сейчас покажу какие. так можно до бесконечности. Не знаю, что они там придумывают, что куда вставляют, вообще технологий очень много и не без придурковатости как бы. Вот, я пару движений, у меня уже нижняя губа вообще неприличная, большая. я вообще на самом деле считаю, что большие губы это вообще некрасиво. Я скажу, почему. Когда-то я болела в детстве, у меня аллергия были на все. И когда у меня пик был к 35 годам, у меня был пик всего, что я набрала, у меня была аллергия на все абсолютно. Я на пищу, на цветение, на пыльцу, на что только не было. И у меня каждый раз были высыпания какие-то, герпесные. Как высыпи, тут какие губы. Такие, я не знала, я с платочком так ходила. Сейчас они ходят, они специально ходят и туда ставят что-то. У кого-то здесь раскручено, у меня все закрутилось уже давно. как бы тут вот надо понимать, конечно, не понимают те девочки, у которых, которые не имеют свое мнение, которые на мнении социума зависли. Что такое красота? Красота вообще понятие растяжимое. Согласны? Красота, она вообще индивидуальная. Нет ни одного человека, похожего друг на друга. Вообще нет. уникальность наша, она вообще так задумана, выше разумности, чтобы мы были все разные. Ну, а теперь скажите, если вы единственном экземпляре, о каких канонах красоты вообще идет речь? Вот я единственная. Ты чё? Я с детства вообще не любила ходить ничем у других людей. И сейчас удивляюсь, почему носят одинаковые губы, одинаковые брови, одинаковые там еще чего-то. Вот это вот, конечно, попы. Это, конечно, вообще удивительно. Иметь свое мнение, это тоже уникальность. И это выделяет людей неординарных от общей массы усыков. Будем неординарными? Будем? молчите? Наговорила я вас. А мы в завершении, мои хорошие, я вам скажу, что курс стоит, двухмесячный курс стоит 50 тысяч. Имеется рассрочка. Только сегодня это цена, потому что на самом деле курс стоит, вип-группа стоит 70 тысяч. И с сегодняшнего дня сутки даю на размышления, потом цена будет подниматься. Вот. Посмотрите внимательно. И в течение суток вы вносите 5 тысяч, чтобы зафиксировать эту сумму. То есть вы мне пишете и фиксируете эту сумму. И мы договариваемся как вы будете оплачивать. Договариваться будете со мной и ни с кем. И рассрочку мы тоже придумываем вместе с вами. Как вам удобно. Кто-то платит. Сейчас уже есть там люди, которые уже заплатили целиком. Если нет возможности целиком оплачивайте рассрочку. Ничего вообще удивительного нет в этом. А сейчас я для вас предлагаю вам еще предлагаю распаковку радости. Так как у меня новая, я уже ее проводила, не помню в каком чате, но уже проводила и были восторженные такие отклики. Объясню почему вообще распаковка радости это уникальная работа, потому что у нас очень многие женщины вообще в состоянии какой-то безропотности живут. В состоянии, когда радости они не видят вообще нигде. Просто нигде. Такого быть не может, чтобы радости не было. И эту технологию нужно применять обязательно. она, конечно, через подсознание идет, через меня идет в работу с подсознанием. Поэтому садитесь удобно, комфортно и закрывайте глазки. Если есть водичка, то можете пить. Садитесь комфортно, это значит, можете откинуть, но не лечь. То есть, чтобы у вас ноги стояли обязательно на полу, они не перекрещивались, ни руки, ни ноги, чтобы энергия текла ровно. Руки, ноги параллельно друг к другу, а глазки закрыты. Выключайте телефон. И делаем глубокий вдох и выдох. Вдох. Задерживаем дыхание, пауза и медленный медленный видох. Вдох. И на выдохе вы освобождаетесь от напряжения медленный 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 видох. Подушите немножко вдох и медленный медленный выдох. увидите себя в комфортном месте. Увидите в пространстве, где очень много людей. Увидите, что они спешат и не замечают вас. Бегут мимо и увидите, что перед вами возникает то, что вы давно хотели. Внезапно, о чем вы мечтали прямо давно. Увидите это. Вдох и увидели. На выдохе увидели образ. И сейчас ощутите, какие у вас поднимаются чувства. Поднимаются ли радости. Ощутите, как она поднимается и как она заполняет ли все тело. И может быть она стремится вырваться из вас наружу. И увидите, что она такая радостная поднимается, она стремится вырваться наружу. радостной вы начинаете прям вдохновенно так от радости какие-то движения делать, смеяться, может быть хлопоты ладоши. Получается? Что вы чувствуете сейчас? Комфортно ли вам? какие мысли у вас говорили? Может быть стыдно и неловко? Или может быть есть желание подавить проявление радости белым тох или нередленный вырезок? может быть вы хотите спрятать погасить не проявлять так ярко чтобы не сглазили и опять делаем вдох и переносимся в другую картинку на выдохе вы прямо сейчас сидите за столом в кругу вашей семьи рядом родители дети общаетесь хорошо общаетесь и вдруг вам приходит на почту сообщения на телефон на ватсап о том что вы выбрали путешествие о котором мечтали посмотрите вы счастливы? хочется ли вам кричать прыгать от радости? что вы чувствуете сейчас? какие мысли в ваш голове? если опять мысли те же что стыдно неловко как это я сейчас озвучу может быть и там дальше продолжаете что это что мешает проявить ваши эмоции запрыгать захлопать закричать от радости вдох делом и выдох проговорите для меня проявление радости не есть норма жизни я блокирую проявление радости для того чтобы и продолжите в своей мысли что вы блокируете чтобы что может быть чтобы избежать окружение осуждения окружения а может быть не выделяться из толпы чтобы не навлечь осуждение критику чтобы не проявлять себя такой какая вы здесь на самом деле вам страшно быть настоящей или что вы не такая как все а можно сделать больно что вы проявляете радость что вы боитесь на самом деле делая вдох и медленный выдох а чего вы хотите на самом деле какой вы хотите быть на самом деле есть ли внутри желание освободиться стать легкой в своем проявлении собой хотите ли вы излучать то что так долго скрывали в себе готовы ли вы раскрыть свою радость радость сейчас важно здесь сейчас принять решение позволить тебе радовать делаем вдох и медленно медленно выдох и проговорите я принимаю решение проявлять свои чувства эмоции таким образом как я это чувствую как я этого хочу и мне можно мне можно громко кричать мне можно прыгать на кровати мне можно быть свободным в проявлении своих чувств и эмоций продолжите что вам еще можно делаем вдох и медленно медленно выдох и сейчас когда вы откроете ваши глаза представьте как вы проявите себя по-настоящему как вы проявите свою радость что вы придумаете как вы порадуетесь и будете ли вы радоваться и проявлять свою радость в общественных местах например зажигая других и радоваться вместе с вами делаем глубокий вдох и медленный медленный выдох и когда будете готовы открываем глазки я я подоземлила просто поговорите я здесь сейчас я в теле как вы себя почувствовали мои хорошие что нужны нирваны нирваны вот опять же эта практика будет в чате вы можете ее просматривать просматривать несколько раз необходимо позволять себе все чтобы вы счастливы радостны отлично весело ну разве я ты еще был выше у меня на курсе деньги причем на модуле бизнес вообще радостно вот мои хорошие я вам надоела подарков я рассказала вам про курс я вас приглашаю на курс квантовая версия моего лучшего тела которую я буду проводить 15 числа ноября на лучших условиях приходите я не знаю буду я в следующий раз проводить нет потому что у меня много проектов у меня столько инсайтов столько много хочется сделать я не знаю буду я проводить в следующий раз или нет ну по крайней мере то что я его провожу лично в веб-группе это точно в следующий раз этого не будет обычная инновационная проложу я а потом уже по-другому ну вот мои хорошие кто хочет напишите кто хочет кто прямо сейчас захотел и решил себе позволить я хочу я хочу любить еще кто я давно хочу ребят вы все хотите все мои курсы хотите умничка с какой частотой в неделю как будет проходить курс здесь телеграмм будет размещены размещаться каждый день мини-уроки не будет больших эфиров будут мини-уроки нарезанные то есть и в конце недели я я провожу раз в неделю или посмотрю раз или два какая группа наберется с какими запросами я с вами иду это мини-уроки каждый день и в конце недели эфир я отвечаю на вопросы я корректирую ваши действия и обязательно фиксируем результаты девочки еженедельно я двумя способами морковкой и пенделем помните заставляю людей фиксировать результаты некуда им делаться вообще и так каждую неделю два месяца первый месяц у нас идет тело мы разбираем по телу но вы на второй месяц идете и уже делаете это самостоятельно вы уже не затрачиваете столько времени сколько вы на обучение затратили вот делайте то что я вам подсознание упаковала и получили программу ту программу которая позволит вам убрать либо все килограммы которые вы нарастили здоровье помним что тут и гормональный баланс и бронхолегочный все заболевания уходит и астма и аллергия от аллергии я избавилась именно через эту свою программу много чего все все заболевания которые на имеют фундамент на как это сказать на разболонировке обмена веществ все что через обмен веществ разрушено мы обмен веществ восстанавливаем создаем и идем никаких ничего не надо ни лекарств ни бад никаких телодвижений вы все делаете мы самостоятельно идете за мной и все делаете обучаетесь а потом на выходе вы уже используете все здесь в телеграмме это в любом промежутке времени вы заходите и это все остается в чате навсегда пока будет телеграмм все это будет здесь здесь нет срока давности ну как бы так еще есть вопросы думать надо быстрее потому что время потому что будет увеличение цены а что думать если этого нет ни у кого и таких результатов нет ни у одного вы сейчас зайдете и посмотрите результаты моих клиентов и увидите что таких результатов вообще нет на русскоязычной пространстве ни у во-первых тренера такого нет ну потому что скромности у меня нет программы не удивляйся и 61 год нет русскоязычной пространства тренера который занимается естественным умножением будучи целителем имеющим квантовую технологию с помощью которых ускоряются результаты если я за 10 лет восстановилась то мои клиенты уже на курсе за 2 месяца приходят к своим лучшим результатам его увидите ну все пишите пожалуйста в час задавайте вопросы если вам нужно поговорить лично со мной вы пишите в личное сообщение или напишите здесь что вы хотите обсудить и я с вами и я с вами свяжусь сама лично друзья пишут а я несколько лет свяжу только это осенью созрела но вот развеят еще она мне писала тоже можно развеят расскажу что она не могла слушать что я медленная что я вот такая тихая медленная но я женский тренер и женщины когда несутся с шашкой на танке это не есть хорошо конечно такие женщины которые в ускоренном режиме живут они не просто выслушат меня но я обычно предлагаю скорость там в правом углу есть кругляшочек где скорость можно изменить там можно либо ускорить либо наоборот то есть все можно сделать ну как бы так обычно у нас очень весело проходит курс и да не могла слушать выходила с эфиром слишком тихо и медленно было причем смотрите мне на ютубе писали тоже что медленно тихо медленно ну я же понимаю что у меня все в порядке я женский тренер у меня вообще все хорошо я знаю как говорить и я понимаю что люди не слышат только из-за того что у них есть программы родовые и они сумасшедшие гонки женщину затормозить необходимо обязательно необходимо потому что она потом начинает болеть это мужчина стремительнее это может мужчин мужчине необходимо быстро принимать решение идти туда но женщине тоже необходимо мужскими энергиями иногда пользоваться но не жить ими а пользоваться например принятие решения варианта это очень хорошее гормон дофамин нам это помогает а мы еще будем смотреть я забыла гормон помнила мы будем самостоятельно учиться диагностировать самые необходимые гормоны и на основании этого вы будете самостоятельно диагностировать свои проблемы да это тоже возможно теперь вы понимаете почему я не хожу по врачам потому что у меня знания больше чем у них и я это делать могу сама не ходя вообще ни под какие стандарты тебя не подляют потому что я знаю что я уникальна да ну как бы так девочки там много еще нюансов которые я может быть забыла может быть уже не обратила внимания что для меня это не особо важно на курсе программа очень интересная и там много такого чего например выход в позитивный ключ это обязательно научиться быть в позитиве жизнь в позитиве она необходима в позитивном ключе человек развивается и восстанавливается если он переходит в негатив либо в социуме его мысли находятся он имеет разрушительные реакции и он начинает стареть я давно вышла из социума и матрицы 5D я уже наверное 7 наверное так у меня даже была миссия миссия переводить людей 5D пространства и я знаю как это делать в одной в одной компании я переводила людей целенаправленность у меня была эта миссия тогда переводить людей 5D пространства а сейчас все массово переходят вот поэтому принимайте решение даю вам дофамин принимайте дофамин в том количестве которое вам позволит принять решение и бегом на курс молодости здоровья красоты обучитесь и никто вам больше не нужен будет никогда будете жить спокойно весело и у вас будет время и денежки будут копить на обучение на еще что-то на что вы придумаете ну как бы так ну все если у вас нет вопросов я закончу эфир есть вопросы я вас благодарю сейчас размещаю ссылочку и до встречи на курсе я вам все скатала всем благодарю заканчиваем так так я вам прощаю что-то я не знаю что-то что-то что-то